Прямо сейчас, наши дорогие друзья, я вам всем предлагаю улететь в мир музыки, ну и, конечно же, юмора, потому что начинается вечерний эфир на теле, радиоканале Страна FM, и здесь, в этой студии, как всегда, мы, Майк Войс. Маш новая. Ну и этот стул сегодня не будет поставать, потому что прямо сейчас на нем появится один замечательный гость. Итак, прошу любить и жаловать. Сегодня у нас в гостях российский актер, композитор, певец, продюсер Виталий Гагунский. Ура! Звучат аплодисменты, я поворачиваюсь. Виталий, мы ждем тебя открывать. И тут Виталия пытается пролониться к нам сквозь все тернии. О май гад, был я, ноу. Я закрою, Виталий, я закрою. Это грандиозное появление такого еще не было. Виталий, присаживайся, пожалуйста, это трон сегодня твой, чувствуй себя как дома, располагайся поудобнее в нашу ютную студию. А нас прям снимают? Вот снимают? Да, друзья, у нас прямой эфир, вы можете... То есть живот придется втягивать, да? Конечно, инфицироваться. Ребята, секунду, сейчас запомните меня вот с таким животом, и я сначала оставился, давай, поехали. А я хочу, кстати, сразу же ко всем нашим зрителям и слушателям обратиться, что вот ты правильно заметил, у нас прямой эфир, поэтому вы можете уже заходить в наши соцсети и задавать вопросы сегодня Виталию, которые в конце эфира мы обязательно зачитаем в эфире. Ну, если я смогу что-нибудь, что-нибудь поумнее спрашивать, типа заборить все, что в будущем, и все, Виталий, с удовольствием. А в любом случае в конце я так и так всех спрошу, потому что у меня будет блиц. Ну, это естественно. Виталий, у меня сразу же первый вопрос. Чемпионат мира по футболу. У нас сегодня такой замечательный повод. Ты сегодня презентуешь свою новую композицию, клип. Об этом мы поговорим, естественно, подробнее. Но вчера наша сборная победила. Ты смотрел этот матч. Расскажи, пожалуйста, как ты болел? Я, к сожалению, вынужден признаться. Так? И вам все скептики, такие же, как и я. Все, кто спрашивал, у меня звонил Виталий, ваши прогнозы, пожелания на чемпионат мира. Я говорил, просто помолитесь. Собственно, как патриарх. Вот что сказал патриарх? Ребята, я думаю, что помолиться, это единственное, что может нас спасти. И вчера произошло вот это вот... Чудо. Свершилось. Оно свершилось. И я считаю, что жизнь в стране теперь поделилась до 5-0 и после 5-0. Ребята, вот было там Рождество Христово. То есть там вот до Рождества... Будут отмерять теперь и до 14-го июня 18-го и после 14-го. Потому что что-то 5-0, ну, это историческое событие, да. Если даже тут говорить там про какие-то матчи договорные, возможно, это будет. И где-то это было. Но 5-0, ребят, это... Но Саудовская Аравия. Это слишком дорого. Но Саудовская Аравия. Маленькую скидочку на это делаем. Ты к этому, да, говоришь? А мне кажется, вот неважно, какая команда. Дело в том, что когда Аргентина... Я смотрю в чемпионат мира все с 86-го года, все матчи. Я сделал с 4-го. С 4-го с Америки. С Америки, да. А я просто чуть пораньше родился, поэтому я вынужден был смотреть, будем что-то. И как бы 5-0 это историческое событие. Когда Аргентина обыграла Ямайку 5-0, все понимают силу Аргентины. И понимают, вроде бы да, но это песня сразу, да, 5-0. Да. Значит, я думаю, сейчас уже надо работать на какой-то новой песне. И Семен Слепаков сейчас должен сказать, что, блин, брал там пиво на 2-0, как бы, а случилось опять ноль. Тра-та-та, тра-та-та. Мы приехали к Кота, собирать... Подожди, прибереги для себя. А вдруг ты что-нибудь сейчас сразу же родишься? Там не жалко, ты делишься. Там человек сейчас поедет, ему там покажут, как надо, что написать в одной из наших республик. Да. Там писатели, кстати, все живут. Да, там ему помогут написать в Гудармесе что-нибудь так. Вот, так что мое личное мнение, что сознание, да, до 5-0 и после 5-0. После 5-0 все, мне кажется, никто больше никогда про российский футбол плохо не скажет. Потому что даже, не важно, что Луговская Аравия, они прошли. Там, вы знаете, африканский континент, он не такой слабый. Там и Камерун, и Ганна, и да, и многие люди, ну, не проехали. Единственное, если я от салюта полностью согласен, но все-таки они отобрались из Азии. А так, африканский континент очень сильный. Ну, не важно, ну, понимаешь. Да какая разница, где-то там рядышком. Давайте уж песню послушаем. А давайте песню, тем более, что, Виталь, песня-то у нас как раз-таки будет с твоим участием «Дальние дали». Прямо сейчас наши дорогие зрители и слушатели специально для вас эксклюзивчик. Смотрим и будем обсуждать сразу же. А позже мы заканчиваем паузу и возвращайтесь обратно к нам. Дальние дали, нас не видали, но испытали, как могли. Кто-то с порога, кто-то со строга, начали путь и мы пошли. Вдальние дали, чтоб мы повидали, счастье, любовь и смысл нашли. В смысл той жизни, о которой мечтали, чтоб сказками стали наши дни. Тысяча мнений, черви сомнений, с каждой верстой выжигают огнём. Только ты рядом с любящим сердцем и любящим сердцем, будь ночью и днём. И в дальние дали, и мы повидали, счастье, любовь и смысл нашли. Смысл той жизни, о которой мечтали, чтоб сказками стали наши дни. Мы с этим росли, в сердце несли, впитали с молоком матери. Мы много прошли, много нашли, много теряли и тратили. Прочная нить, для кого-то родину стало стыдно любить. Родина мать, и второй не может матери родины быть. Сколько мы ставим на карту, снова идём, от финиша к старту, с новым азартом. Она такая одна, без вариантов. Нам говорят, что многое зря. Необъяснима такая теория, только примеров огромный запас. Целая вековая история, кто-то погас. Но, видимо, гены решают за нас. Это в крови братьев не разделить. Попытки терпели фиаско не раз. Все мы сейчас многолики, разноголосы, разные языки. Но у самого края на пике сливаемся. В голос великий не удалось. В дни повезло, но мы в комок собирались на зло. Нас на запчасти ношём по запястью. Мы друг за другом на самое дно. Нас ломают и гнут. Пробуют с нами то пряник, то кнут. Но далее зовут. Наши дети продолжат этот маршрут. Верная дружба. Всё, что нам нужно. И всё, что сами можем дать. Верность отчизне. Достойные жизни. Должны мы любить и защищать. И в дальние дали. И мы повидали. Счастье, любовь и смысл нашей. Смысл той жизни. Чтоб сказками стали. Сказками стали наши дни. Сказкой стал сегодняшний наш день. Встречаю вас здесь. Я, почётный лошкарь. Ма. Страна ФМ. Мастер игры на ложек. Теперь, а куда ж деваться? Вчера сборная победила именно по этому поводу. Иначе этот человек бы не пришёл. Человек сказал. Виталий нам сказал. Я приду только если 5-0. Вот сказано сделано. И теперь он здесь. С Машей новой. С Майком войсом. И мы продолжаем. И не просто так пришёл. Не с пустыми руками. А преподнёс нам какой сюрприз. Музыкальный, творческий. Это же самое приятное, что может быть на телерадиоканале. Виталь, давай подробнее поговорим об этом. Ещё дорогие подарки всегда радуют. Ну, так-то, конечно, если... Ну, ладно, дорогие подарки остались в гримёрке. О них не будем. А тот Каен не наш, подожди, подопадок на меня. Он мой, Миш. Не наш. Давай поговорим о твоём творческом ребёнке. Слушай, я с большим удовольствием у меня из головы сейчас не выходит то, что Майкл Войс сказал, что Аравия относится к азиатской группе. У меня-то просто, я смотрю на карту, и у меня это я к Африке относил. Мир перевернулся. Мир перечас, я думаю, ну надо ж так. Вот, хотя, ну, азиатские команды... А какая разница, вот так с другой-то стороны. С другой стороны, какая разница, всё равно не бывает слабых соперников в чемпионате мира. Да. Да, с этим я согласен, я подписываюсь под каждым словом, конечно. Кстати, был момент в начале просто первого тайма, я думал, всё, сейчас повезут наших. Ты не просто... Там, когда они начали просто жонглировать с аудиты возле... Они технически... Ну, не такие слабые. Там был просто кусок, буквально минут на пятый. Они просто вот как-то через себя перекидывали. Виталь, а давай вот так вот по чесноку. Мы всё-таки с тобой мужчины, Маша, наверное, может быть далека от этого. Да что уж, наверное, фактически её там нет. А владение-то мячом вчера было, а количество передач, сколько у наших, сколько у тех. И вот на этом и закончим. Ну, действительно, они полностью нас переиграли в этом компоненте. Правда, это им ничего не дало, Маша. Но всё-таки. Я болельщик киевского «Динамо» с очень там давних времён, 102 года. И это была фишка всегда тотальный футбол. Можно было... Ну, вот Лобановский, который, да, пробил... Там киевский «Динамо» могло ударить два раза по воротам и выиграть 2-0. Да. Но мяч не дать подержать сопернику. Ну да. То есть тут... Ну, что? Чудо! Что говорить? Давай теперь про твои чудеса. Нет, просто вы так об этом говорите, как будто вы эксперты в этом вопросе. А мне интересно, Виталий, ты в детстве занимался вообще футболом? Ну, конечно, я занимался футболом. Играл с ребятами во дворе, там, гонял мяч. Конечно, вот же мои банки. Вот. Конечно, занимался. Маша, а почему ты у меня не спросишь? А ты, Миша? А вот я и спрашиваю. А я вот был на просмотре в Капотне, меня не взяли в школу. Точнее, меня родители не отбили. Почему? Сказали, лучше учить. Ну, были времена, знаешь, такие 90-е, бедные. Столько денег не было ещё в футболе. А Березуцкие как раз закончили эту школу в Капотне, да. То есть у тебя могла бы сложиться карьера получше. И гонорары были бы повыше, чем у нас на канале, да? Я не жалуюсь, если нас слышат. Я не жалуюсь. Надо доверять своему сердцу. У меня такая же ситуация. То есть перспектива у футболиста, когда начал заниматься футболом, это было в лучшем случае ты там сторож на стадионе. Да. И просто мама поперёк порога ложилась. Никакой, как бы, это, папа, когда я в музыкальную школу шёл, как бы, мама, когда я футболом шёл, занимался, да. И просто это, вот, потому что было почётно быть инженером. Виталий, мы не братья. Ты так рассказывай. Может быть, я нашёл тебя. Я вообще думал, что ты сын Станислава Саламовича, в общем, я не знаю. Не хватает только усиков, да. У собственной одежды. У сына одежды в понедельник, это анонс. Да, это анонс. Вот, поэтому действительно было такое время, что и вот лишний раз убеждаешься в том, что надо заниматься тем, вот к чему у тебя лежит душа. Ты никогда не обманешь свою природу и свою душу не обманешь. И жизнь тебе, и слава богу, я всё-таки всё отмёл, и всё-таки хотя бы одна. У меня было две страсти – музыка и футбол. Всю жизнь музыка и футбол. Две страсти. Серьёзно? Просто которые с детства, да. Актёрское как же мастерство. Ну и женщины, конечно. А, и женщины. Я бы расстроился. Я думал, я об этом даже. Но я просто понял, да. Музыка и футбол – это и есть женщины, ты понимаешь. Мечи. И любовь в этом во всём сквозит, я думаю. Музыки нет, без любви и футбола нет, без мячей. Поэтому женщина – это тоже пик страсти. Апогеи. Друзья, прямо сейчас у нас будет музыкальный пик, на котором мы должны забраться, чуть-чуть там подождать. И музыка, и женщины. Всё сегодня есть. Вновь вернёмся к Виталию. Да, никуда не уходите. Ой, друзья мои, позовите нас тоже, пожалуйста, по имени. Виталий Гагунский. Сегодня у нас в гостях. Майк Войс вместе со мной. Маш Новая. Маш Новая. Ты так вот отплясывала. Я вообще не понимаю, зачем приглашают гостей, когда есть Маша Новая. Я просто бы камеру бы укрупнил и всё, и лайки бы собирал. Вот, пожалуйста. Ой, друзья, вчера я не беру комплименты. Ладно, ладно. Послушай, Виталий, вчера мы о чём-то разговаривали, задали вопрос гостю, и Маша сделала вот так. Она перехмахнула с одной ноги на другую. Это известный приём, да, я знаю. Ты не поверишь, все забыли, о чём был вопрос. Просто передача остановилась. Но сейчас наша программа не останавливается, а только набирает обороты. Давай, набираем. Вот, кстати, Виталий, мы, собственно, заговорили о тебе, то, что у тебя есть два самых главных таких основополагающих в жизни. Что это? Да, да, да. Это музыка и футбол. Да, я сейчас на твой комбинезончик посмотрел, опять забыл, о чём я делал. А чём мы говорили до этого? Какие основополагающие там? И любовь, подожди, и любовь между ними такой, как столб. Любовь. Как столб между ними. Когда любовь, это столб. Это просто... Ты согласен, согласен. Любовь, надо поддержать. Это столб, да, конечно. В небеса. Но поддерживать надо то, что... А что вы говорили? Я забыл. Подожди. Ну, то, что... Музыка и страсть футбол. То, что, смотри, отец тебе запрещал заниматься там музыкой. Это что запрещал. Мама не хотела, чтобы ты шёл в футбол. Не то, что запрещал. По рукам никто не бил, когда садился за фоно. Но, как бы, вот, ну что это за несерьёзная, в общем-то, собственно говоря, позор в семье. Да, а ты сам, собственно, за то, чтобы человеку нравилось то, чем он занимается, правильно? Я вообще за комплексное развитие во всех отношениях. Человек... Ну, и как-то вот так получилось. И к чему это тебя привело, скажи? Вот сегодня привело это меня в эту прекрасную студию, где я вижу вас и Михаила. Ну, подожди, а что было вначале? Вот давай, собственно, с чего началась твоя карьера? Может быть, с этой стороны немножечко зайдём. Все тебя знают и помнят по роли в сериале «Универ» Кузя. Скажи, как ты вообще относишься к этой роли? Надоел тебе этот персонаж? Ну, давай, откровенно, достал, нет? Да, достают ли тебя на улице или нет? Или, в принципе, ты нормально к этому относишься и даже рад, что это было в твоей жизни? Я вам скажу, Кузя — это вообще просто решение всех вопросов. Серьёзно? Кузя — это просто такое чудо. Просто повезло, что случился Кузя в моей жизни, потому что лично мне он помог сильно. Он меня окончательно учился к себе относиться с иронией. Это то, что просто необходимо. Даже Одесса в полной мере... Я 7 лет жил в Одессе, учился, и даже Одесса... Кузя доработал этот направление, потому что в Одессе все счастливые люди, потому что они очень могут посмеяться вообще над собой, вообще и шо там, и как там. Это все очень как бы круто. И Кузя — это просто чудо. Лично мне повезло, что я не стал там играть, а вот именно Кузю. Ну смотри, ты же стал известный на всю страну. И не просто так? Потому что это приняли зрители. Это запоминающийся образ. Но это очень крутой, это бренд наравне, там, не знаю, с Бородачом, с Пирожковым. То есть это то, что... Все понятно. Да, все узнаваемые, вы можете разговаривать. Это не образ, это ты его таким сделал. Если бы кто-то... Повезло, повезло. Это, знаешь, как говорится, успеха много отцов и только поражение сирота. Повезло. Все сложилось. Просто я всегда был искренним и шел, вот делал все, чтобы было. Был столб. Была любовь, понимаешь? Вот это все ты как-то делаешь, оно все там раз-два-три, все складывается, и Кузя, это круто получилось. Ну смотри, но ты же всегда параллельно все равно занимался музыкой, правильно? Я знаю, что ты писал и музыку и диафильмов. Я люблю делать себе больно, да. Расскажи вот об этом своем поприще музыкальном, потому что ты же был и сан-продюсером к фильмам, к сериалам и так далее. Ну я начнем с того, что я и Шнягу Шняжную написал музыку, и это, скажем так, хит десятилетия. То есть его все знают. Это как раз-таки саундтрек к сериалу «Универска». Да, да, и вообще стоптанул симфоническим оркестром фильм «Прощайте, доктор Фрейд», и Сергей Скрипка дирижировал. Это был первый такой мой момент. Я помню, это было 1 июля 2004 года. Я был абсолютно счастливым человеком. То есть я стоял, и сам Скрипка дирижировал институт оркестров и кинематографии, дирижил мою музыку. И это было просто... Я всем желаю это испытать. Это практически олимпийская медаль. То есть для меня это был, ну... Виталий, я вижу, как раскрываются все больше и больше твои глаза. Давай продлим этот момент. Вот сейчас, да? Ты останешься вот этим счастливым человеком. Мы сейчас уйдем на рекламу. Опять посмотрим, как... Музыку, да. А даже и на музыку. А потом вернемся обязательно. И вернемся, и будем наслаждаться этим моментом. И продолжим. Друзья мои, да-да, покачай пальцем, чтобы я под ритм это сделал. Друзья мои, Маш Новая, Майк Войс, Виталий Гагунский. Все, как было до музыки, ровно так оно все и осталось. Мы возвращаемся, Виталий. Хочу сразу же, собственно, обратиться к той теме, ради которой ты сегодня к нам пришел. Давай поговорим о песне, которую ты сегодня принес, и мы будем сегодня ее презентовать. А ты ради этого пришел? Это что-то новое. Это что-то новое. Да, Маша новая, она всегда новая, поэтому что-то новое. В этом выходе, окей. Я пришел после твоего видеоприглашения, скажем так, и тут случайно так повезло, что еще и клип как бы... А вы клип мой крутите, ничего себе. А вы еще и клип мой крутите, да ничего себе, как бы. Даже не случайно, это так возник еще чемпионат мира по футболу. Абсолютно. Так совершенно случайно к нашему выходу, да. Поэтому все компоненты сошлись в моем клипе. Песню написал полтора года назад, ехал домой, и как, знаете, как бабочки в животе, думаешь, что ж такое, что такое. Я приезжаю и понимаю, что это песня о футболе. Я бы очень любил футбол. Это даже где-то ненормальная, как бы, грань. И вот как-то оно все пошло. И сложилось, написал полтора года назад, все посмеялись, потому что такое вот... Подожди, для тебя это совершенно новое амплуа. Во-первых, ты там, не знаю, там никого не пародируешь. Ты там прям поешь практически оперным голосом. Да, меня приглашают, если честно, в оперу петь, исполнять баритона. Серьезно. На секундочку. Поехали партию князя в опере «Русалка» Драгомышского. Мне просто пока не все музыкальные моменты там нравятся. Потому что если я во что-то не верю, мне трудно спеть. Я пою только то, что мне нравится. Тогда получается. Я сейчас повторю, Маш, просто правильно ли я понял, ты меня поправишь. Просто Виталия приглашают в оперу петь баритоном. Ну, ему не все моменты. Нравится музыкально, он думает. У Драгомышского, да. Дело в том, что Драгомышский был один из революционеров музыки. Он хотел оперу сделать народным искусством. И проблема вся в том, что есть просто прекрасное, есть да, есть нет. Нельзя писать специально там для людей или не для людей. Этого нет. Все творчество, которое заходит, оно все народное. То, что оно для людей. А Драгомышский хотел немного упростить оперу, но не совсем удачно получилось. В моем понимании, да, и музыкально. Есть все равно Чайковский, это другой уровень музыки. Ну, для меня. Опять-таки все. Ну, ты говоришь о том, что тебе близко. Понятно. Мне просто партия князя. Мне приятно. Ее пели великие там и Козловские, и прочие там товарищи, да. Но мне именно нравится чуть другая музыка. Мне нравится музыка Ллойда Вебера, мне нравится музыка Чайковского. И своя музыка мне нравится. Вот, давай вернемся к твоей музыке. Подожди, ты в этом клипе не один. Я просто пытаюсь по чуть-чуть, поэтапно наших зрителей и слушателей погрузить. Да, тоже повезло. Расскажи о своей замечательной напарнице, которая так же выступает. Я ее называю просто Жемчужина. Сокровище. Сокровище нашей эстрады Александра Жемчугова. И она артистка, я так не понимаю, то ли была, то ли есть, пародюсского центра Максима Фадеева. И тоже делать определенный, модный, современный. Но при этом, когда я узнал, что она окончила консерваторию, и я услышал, когда ее голос, я просто, ну, просто такого не слышал. Я больше скажу, мы пришли в студию писаться, и там у нас звукорежиссер, его очень все хорошо знают. Он 1942 года рождения. Он не хотел деньги брать за студию после того, как она спела. Ему было просто приятно присутствовать при этой записи. Это была фантастика. И когда она поет, просто стоит, даже публика нескушенная, говорит, просто мурашки по коже. И это и есть вот это настоящее. А где вы познакомились с ней, кстати? Просто повезло. Опять общие друзья. Я познакомился. Виталий пригласили меня для разработки одного рекламного проекта, владельца одного бренда. Мы начали общаться. Говорят, а вот у нас еще, вот у нас знакомая поет. Говорю, это с их слов. То есть я посмотрел клипы, которые, ну, посмотрел, говорю. Поет, поет, поет. Они говорят, слушай, у нее классный голос, она поет оперным голосом, крутым. Я говорю, ну, интересно. Надо попробовать, да? И я когда услышал, просто у меня вот так. Виталий, пока, пока говорят, ничего не делай. Ничего, это специально. Наталь, у меня сразу же следующий вопрос. Нет, на самом деле, это безумно интересно. Так надо мне говорят, Вуха. Ты ведь для этого клипа пригласил еще ребят, по-моему, из команды болельщиков. Да. Правильно? Это что за команда? Ребят, смотри, вообще вся эта история, потому что... Я тебе сейчас расскажу, что это за команда умрешь. Вообще эта история сложилась не за очень большой бюджет, потому что если вот снимать эту историю, то было бы миллионов 15. Конечно, потому что там Кубань, Краснодарская, которой нет уже, она ликвидировалась буквально две недели, обанкротилась такой командой большей. Но, чтобы возродиться вновь. А в виде ФК урожай, мы люди просвещенные, мы это знаем. Суть не в этом. История просто сложилась. Там история не про футбольный даже клуб Кубань. Это просто история мечты. Это вот когда, кто занимался футболом, поймут меня, да, вот когда там Вамбастон был звездой, когда я футбол смотрел. И когда Вамбастон на что-то забивал или там какие-то были финты, мы все это дома, вот, пацаны, ну, просто повторяли. То есть ты берешь мяч и ты бегаешь, и все это потом приходишь во двор. И я снял просто историю, и уже в комментариях кто-то мне написал, спасибо, ты сделал мое детство. И для меня это просто было, ну, я попал. Потому что все, кто занимается футболом, и для них эта история близка. История была от души. Я приехал, записал песню с симфоническим оркестром. Да-да-да, все. Приезжаю, все, уже надо снимать. И понимаю, что уже уходит время. Там год ушел на, там, аранжировки и какие-то все дела. Конечно, это про все долги. Я понимаю, что, я уже думал, может, ну, как бы думаю, да ладно, ну, что там, ну, все сейчас будут хайповать, все будут снимать. Думаю, ну, потом думаю, да нет, ну, я реально люблю футбол настолько, что я не знаю, там, ну, все, кто поют про футбол, так ли любят футбол. И поэтому я говорю, я все-таки должен, я имею право, я должен это сделать. Я приезжаю, вот, как Паниковский, Остап Бендер и Козлевич, мы приезжаем, мы собрали команду, Вова Васильков, режиссер. Гастроли такие, да. Мы приезжаем с камерой на Кубанскую, все, что нам обещали, все как бы не сложилось. У нас сценария даже нет, представляете? А, ну и к лучшему, понимаешь? И я приезжаю просто, ну, я чувствую, я чувствую, все у меня как бы тут в порядке. Ну, подожди, финальная картинка у тебя в голове была, примерно. Ну, примерно я понимал, что должно быть, это как любимая женщина, когда ты примерно, может, даже не понимаешь. Примерно чувствовал, да, как это должно быть. Что должно быть. Где-то не сошлось, конечно, но ты же ее чувствуешь. Я приезжаю, как через эти, выходим фанаты Кубани, они так, ну, как бы осторожно, они говорят, слушай, нам пиар не нужен, но вообще, ребята, как бы, ну, как бы, вы там, как это, журналисты и все там актеры, вы там показываете так фанатов, что, как бы, ну, при всем уважении, я там через посредник говорю, послушай, скажи, что Кузя просит, все будет окей. А, вот оно, это кулинционное слово сработало. И Кузя сработал. Кузя сработал. Я приезжаю, мы знакомимся. Я говорю, ребят, вот честно говорю, ни сценария, ничего нет. Вот просто прошу, помогите. Импровизация. Просто говорю, помогите. Вот чувствую, что просто вот... Выстрелит. Вот просто чувствую, что выстрелит. Они там посовещают, говорят, мы поможем. И реально они помогли. Просто все, включая там даже еду на площадке, они взяли на себя за свой счет, включая футболки, которые вот там ребята снимают. Я говорю, слушай, надо то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. У нас же еще оборудование все, у нас там тоже, там бюджет вот такой просто все. У вас там коптер же, по-моему, тоже летал. У нас там это кран. А, это был кран, у вас там виды сверху. Мы кран, мы все там. Кубани не коптер, там кран с камерой. В общем, друзья, невозможно полностью пересказать, на самом деле, этот клип. Получилась достаточно классная работа. Получилось кино. Очень серьезная. Да-да-да, все правильно, кино, и практически я предлагаю прямо сейчас уже перейти к просмотру этого фильма. Ты готов? У нас есть выбор. Давай тогда уже не будем томить наших зрителей и слушателей. Мы будем смотреть полную версию? Мы будем смотреть практически полную версию, но без начальных титров. Без начальных, если что, посмотрите, начальная версия есть в Ютьюбе, и будет интересно. Просто немножко погружает атмосферу. Я все-таки человек кино, и мне все равно это было приятно. Давайте смотреть! Давайте смотреть, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игра начинается, жизнь продолжается. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok ДimaTorzok 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 Я, честно вам скажу, не все из этих фамилий знают, но я нашла такие скороговорки. Наверняка у тебя, как бы, актерская твоя деятельность каким-то образом сплеталась с вот этими голоса-речевыми тренингами. Я сразу хочу вас расстроить, это не моя самая сильная страна. Ничего страшного, сейчас мы попробуем ее наладить, мы тоже не тренировались. Итак, смотри, это будут футбольные скороговорки, друзья мои, впервые на телерадиоканале «Страна и фан». Давайте по очереди, но самое главное сделать это максимально быстро, потому что скороговорку надо произносить быстро. Только не готовьтесь, все, Виталий, начинаем с тебя. Три, два, один, погнали. Вратарем кара парировал, парировал, да не выпарировал. Окей, Миша, теперь ты. Поехал Джека через реку, видит Джека в реке, пак сосудил Джека, пак усеку, пак на секу, сделал пас. Хорошо. У Файзулина, у Файка, у Бузуфа трафарет. Можно, кстати, выбрасывать. Давай следующий по кругу. Шел Амислушвили, подожди, тут сама фамилия. Подожди, это скороговорка, надо быстро говорить. Поехали. Шел Амислушвили по шоссе, навешивал штрафную. Во! Это хит просто. Засосала сессия Месси Славеси. Списал Месси Славеси и сдал сессию. Отлично. Так, а у меня Джабриль Сиси на сосне заснул. Секу Алисе. А у вас фамилии Насри ничего нет? Сэрвелорка ты не нашла? Я чувствую, я чувствую. А вы знаете, кто такой Секу Алисе? Да, Секу Алиса. Секу Алиса, прошу прощения, всех футбольных болельщиков. Виталий, честно, я первый раз все это вижу. Я тоже. Молодцы, поехали. У нас только общего. Пекущак притащил вещей натощак, а вещей пекущак лишь три вши два леща. Я еще и читаю плохо, извините. Ребятки, здесь написано по-русски. Намели ким нам или лениво ловили, меняли на Риму на Лина, а Мила не меняли выли, Мила валили и в Манилу лениво манили меня. Спасибо. Ну, это тебе самое сложное достало, слава Богу. Михаил, но вы выдержали этот экзамен. Пятерочка. Так, у меня попроще. Град ударов пробил Камбаров. Камбаров, кстати, хорошее. Град ударов пробил Камбаров. Стой, дай мне очереди, просто это сейчас зайдет. Это именно потому, что про мою команду. В Карловых варах играл Камбаров, все. Точно. Тогда еще про твою команду. Шит Спартак не по-спартаковски, надо Спартак переспартаковать, перебывы спартаковать. Слушай, это круто, у меня никогда не получалось идеально. А мы торпеда торпедировали, торпедировали, да вы до торпедировали. Вы до торпедировали. Вы до торпедировали. Нет, вот сейчас, ребята, самое сложное, вы, конечно, меня простите. Абдул Фатах у Джорджевича украл манжету Бажевича. Спасибо. На секундочку. Абдул Фатах? Да, да, да. I don't know. Знаешь, такого нет? Вчера я играл, по-моему. Так, поехали. Фатах за Радио, да? Или за Египет, или за Радио. За Египет, по-моему, он играет. Я думаю, сегодня с Уругваем. Уругвай, кстати, выиграл, когда я уезжал, 1-0. А я тебе все скажу, ты пока читай. А я 0-0 застал только. Я тебе все скажу. А мы вернемся потом со счета, правильно, Миш? Да. Поехали дальше, Виталь. У тебя следующее. Есть? Все, у меня шит Спартак по-спартаковски. А, все, на, тогда мою вот эту. Давай твою. А вот это будет моя финальная. Ну, ладно. Ну, попробуй. Санек, Санек, про тебя прочту. Ты уж там не обессудь, что я ошибусь-то. Передавай привет заодно, да. Кокорин Акоронкова купил аккордеон, продал Акоронкова аккордеон. Как без аккордеона, он смешон. Брависсимо. Акоронкова, это который... Да, играл у нас в Локомотиве, по-моему. Да, 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 да. Бельгенелью мылили, мыли, да не мылили. Итак, дорогие друзья, важная новость. Египет, Уругвай, 0-1, это наша группа. Да, в 89-й минуте Хосе Гименес забил 1-0. Уругвай выиграл. Хосе Гименес защитник атлетики команды. Вообще, Уругвай очень сильная сборная. Мы сейчас это обсудим за песней, а сейчас слушаем музыку и оставимся с нами. Да, друзья, ненадолго проигремся и скоро вернемся. Виталий Гагунский, Майк Бойс и мой кислород. Маша Новая. А, да. Виталий, давай поговорим о твоем кислороде. Я знаю, у тебя замечательная дочь, которая тоже делает успехи на творческом поприще. Как, Милана, дела? Меня дочка вообще всех делает. Я не понимаю, как это происходит. Она просто... Она рвет интернет. Давай не будем скромничать. Она рвет интернет. Подожди, ты снимаешь ей клипы? Ты придумаешь ей песни? Ты продюсируешь ее? Ну, скажем так, это опять стечение обстоятельств и связи. Просто, давай, как всегда, стандартный 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 стандартный. Просто повезло. Просто повезло. Просто повезло, да. Мы просто заметили продюсера, просто как бы миллионы лайков. Да, просто повезло. И все. Но нет, скажи, пожалуйста, ей нравится то, чем она занимается? Она хочет связать свою жизнь и пойти дальше, может быть, по твоим стопам? Заняться актерской деятельностью? Она сама решает. 8 лет, я думаю, что она уже давно папу обошла. Что ты за папой плестись по стопам? Она реально в топе. Она собирает больше, чем все наши хедлайнеры российские. Я думаю, что следующий выход будет на мировую арену. Я думаю, там... Но ты вместе что-то дать? Не я, это... Ну вместе, но ты же будешь помогать? Ну как это? Папа всегда... Моя задача не мешать. Не мешать. Давай развиваться. Вот как ты говорил, разносторонне. Разносторонне. Она молодец. Она занимается не больше, не меньше всех детей. Я немножко на все эти там АО. Мы не гоняем, не погостролим, нигде. То есть она принимает участие раз в два месяца в клипе, где ее подружки, где им по фану. То есть я все так организовываю там, ну, умно. Они иногда не понимают, что клип снимается. То есть просто раз, два, три, четыре, пять. Но когда надо... И уже готово. Когда надо, и Милана, например, там решает немного покапризничать, у нас есть мама для этого, которая... Так! Бандерлогий! Это у вас добрый, злой полицейский, да? Ты добрый, мамой, злой. Милана, которая идет время, и то, что она уже профессионал своего дела, ей в любом случае это на всю жизнь будет поплавок. Она может заниматься чем угодно, но это у нее давность, это получается так, как я не видел, чтобы никого в жизни это получалось. Это она. Это органично для нее? Это органично. А может быть, она с тебя как раз берет пример? Ты же и актер, и блогер. Ты же снимаешь, ты все время в этом процессе. Ей нравится, кстати, вот твоя блогерская активность. Какое-то время мы жили раздельно, вот, сейчас мы же вместе, там какое-то время мы жили раздельно, поэтому она смотрела папу по телевизору в основном, и это ее было желание, я хочу туда. К папе? К папе, да. И так получилось, все, первый выход один в один, и все. И я на два года отложил все свои дела, я понял, что тут вот живет рядом со мной уникум. Она вышла просто и сделала на канале России, там, 20 миллионов, что они, ну, там, они все вместе, там, все, что снимают, за 10 лет не собрали в видео. Виталий, давай устроим ребенку следующую серию «Посмотри папу в телевизоре», как он будет отвечать на вопросы. На наш блиц, отвечать быстро, не задумываясь. Миш, поехали. Ну, собственно, как и всегда, что просто повезло. Для меня самое важное в жизни? Любовь, дочь. Идти по жизни с юмором это? Самое важное. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делал? 2018? Да, не 2018. Я бы мечтал оказаться в 2018. Когда ты будешь креативным, умным, но уже старым, что ты скажешь своим праправнукам? Живите, как сердце вам подскажет. Друзья, вот так и надо делать. С нами был Виталий Гогунский, Майк Войс, Маш Новый. Мы останемся, а вот Виталий уже уйдет. Спасибо огромное, спасибо. Но мое сердце останется здесь. Спасибо.